Всем привет, мои хорошие! И доброе утро для меня! И утро у меня, пожалуй, начнется с Биг Бона. Хочется мне чего-то вредного, вкусного. Я увидела, что дома эта вся красота у меня есть. Поэтому, пожалуй, заводим себе Биг Бон. А еще, знаете, моя слабость большая. Это обычная консервированная кукуруза. Я ее просто обожаю. Мама ее обычно покупает для каких-то салатов, а я втихушку открываю и кушаю. И потом, когда она спрашивает, говорю, я, конечно же, не видела твою кукурузу. Вроде рано встала, но ничего не успеваю. Сейчас я быстро говорю себе лапшом. В 12 я должна быть у стоматолога. Мне надо кое-что подснять. Точнее, я хочу для блога, для видео про Венеры заснять лабораторию. Как их там производят. Хочу кадры заснять, пока они не закончили работу. Поэтому сегодня я пойду туда. Почему-то все люди, которые никогда Твиксика в жизни не видели, а видели только в моих блогах, они всегда удивляются, какой он большой. И все всегда говорят, что на камере, в видео он кажется совсем малюсеньким. Но на самом деле он 5,5 килограмм. Так, я уже по клинике, вам подробно все покажу в лаборатории, как, что делается. Я уже здесь на месте в лаборатории. Посмотрите, какая цветовая палитра здесь есть. Так как я делаю весь верх, то есть 10 зубов, я могу выбрать абсолютно любой оттенок. Я вот сомневалась между двумя этими. Либо самые белые, либо на том немножко темнее. Но если вы не хотите, например, делать все зубы, а, например, передние 2 или 4, вы можете по цвету подобрать идеально подходящие под ваши зубки, чтобы никто даже не придрался, что это виниры стоят. Или коронки, например. Смотрите, как красиво, как ювелирно. В данном случае здесь всего 6 зубов. Это просто как пример. Кстати, мне тоже делали слепок, и чуть позже я вам его обязательно покажу. В данном случае здесь всего 6 зубов. И вот 3 из них в самом светлом оттенке, а один чуть-чуть потемнее. Я вот думаю, какой же цвет выбрать. Я не знаю, на видео вы видите это, но вот эти, вот эти 3 чуть-чуть светлее, чем вот эти. Короче, очень красиво смотрится. Сзади свои зубы остаются, как вы видите. Вот. Все они, получается, на месте. Самое крутое в этом деле заключается в том, что пока вы даже не отпилили зубы, вы можете на компьютере увидеть, как же это будет выглядеть в итоге. Вот так вот мы обговариваем все моменты, какие именно зубы я хочу, какой длины, и все можно наглядно увидеть на компьютере. Вот мои зубы до, и мы можем рассмотреть, какие нюансы есть, все обговорить детально, и затем уже делать непосредственно мои зубки. Я уже дома. Что я купила для маминого бублика? Погнали, Твиксик. Этот, кстати, он никогда не пробовал. Надеюсь, что ему понравится. Так-то у нас Твиксик всеядный, и он не сильно капрезный и привилегливый в еде. Как захожу в гостиную, меня просто не может не радовать этот прекрасный букет. Как красиво, девочки. Правда, они завянут, но сколько эмоций. Реально, настолько крутые голландские розы. Действительно такие крупные. Надо разобрать обязательно букетик. Красота, да и только. И он еще такой тяжелый, прям нереально. Я вчера сделала классную фоточку, выложила в Инстаграм, также выложила для вас в сообщество, у кого нет Инстаграма, чтобы тоже могли полюбоваться. Я решила разобрать свой букет. Дело в том, что некоторым цветочкам воды хватало вот этим вот. А те, которые покороче, они, оказывается, были у меня без воды. Я даже не заметила. Но посмотрите, насколько красивые цветы. Я прям не могу. Они настолько крупные. Очень красивые. Кстати, не завяли, несмотря на эти все аспекты. Сейчас я хочу нормально их разместить в воду. И начала разбирать этот букет. Это, оказывается, настолько сложно. Его так перемотали, что все цветы хорошенько держались. Это тоже своего рода искусство. И делай твикс! Твикс! Я реально не понимаю, зачем он делает. Как только я ставлю штатив, он приходит и пытается его опрокинуть. И так каждый раз. То ли он хочет привлечь к себе внимание, то ли ему просто скучно. Короче, я не знаю, в чем фишка. Кстати, я слежу за некоторыми блогерами. Им тоже дарят цветы. Я вижу, что, например, неделю их букеты стоят. В моем случае ни один букет у меня не стоит. Не в зависимости от того, какие это цветы, как я за ними укаживаю. Я стараюсь в обязательном порядке каждый день менять воду на холодную. Еще мне в комментариях написали, что надо добавить небольшую дольку кускового сахара. В таком случае цветы будут держаться дольше. Но, если честно, ни один из этих методов, на мой взгляд, никак не работает. Если вы знаете, как сделать так, чтобы ваши цветы дома стояли как можно дольше, пишите обязательно в комментариях. Потому что в цветочных магазинах букеты стоят долго. Как только их приносишь ко мне домой, то сразу они вянут. Короче, получилось как-то так. На самом деле не очень красиво, потому что здесь вот такое вот пространство. Можно, конечно, все цветы поместить сюда. Но в таком случае это ведрышко просто не выдерживает. Я боюсь, что оно сломается. Оно так и так и так под напряжением, потому что цветы на самом деле очень-очень тяжелые. Мне до этого тоже дарили цветы. Разные и розы в том числе. Но эти какие-то супер тяжелые реально. Возвращаясь к вам на следующий день. Сегодня хочу снять для вас мукбанг. У меня прям, знаете, резкое такое желание. Вот когда я болею, у меня резкое желание снимать контент. Когда у меня нет возможности снимать для вас мукбанги, мне очень хочется это делать. Сейчас у меня стоят временные зубки, которые сильно нагружать нельзя. Но я очень хочу снять для вас мукбанг. Буду стараться кушать с задними зубками. Не знаю, насколько эстетично это будет выглядеть. Я пересмотрела чужие мукбанги. И как-то резко у меня такое, знаете, вдохновение. Но, к сожалению, так получилось, что я один период болела. У меня был кашель. И, понятное дело, с кашлем к стоматологу пойти, это реально очень сложно. То есть, с открытым ртом, считай, тебе делают процедуру. И вдруг ты хочешь покашлять. И в этот момент ты не знаешь, что делать. Поэтому где-то дней 10 я пропустила. И сейчас уже Новый год. Я попадаю на праздники. И, получается, я остаюсь без зубов. Ну, как без зубов. Я с временными зубами. Но виниры у меня будут уже после Нового года. А этот период, как я буду снимать для вас мукбанг, я не знаю, либо надо какие-то жидкие блюда. Хотя в обычной жизни, если честно, я, понятное дело, кушаю. Но просто это выглядит не очень эстетично. Поэтому не знаю, насколько это будет классно в кадре. Но сегодня я заказала из двух доставок. Скорее всего, этот мукбанг вы уже видели. Мне захотелось роллы. И мне очень захотелось наггетсы. Поэтому мне пришлось заплатить за две доставки. Это реально очень неудобно. Было бы круто, если бы можно было, например, заказать сразу из нескольких заведений. И один курьер тебе бы привез это все вместе. В данном случае такое невозможно. Поэтому мне пришлось два раза спускаться вниз. Два раза платить за доставку. Но зато надеюсь, что вам понравится мукбанг. Так, распаковка чая. Интересно, кто это придумал. Кучу салфеточек мне положили. Супер аппетитные наггетсы из Макдональдса, мои любимые. Они прям горячие. И взяла два соуса. Один кисло-сладкий, а другой мой любимый сырный. И здесь еще две влажные салфетки. И, пожалуй, самое интересное. Из этой доставки я никогда ничего не заказывала. Но у них были скидки, и я решила попробовать. Горячие, блин, какие молодцы реально. Ой, как пахнет. Это лапша бок с креветками. Я в этот раз прям заказала то, что я просто хочу кушать. Это вот такие спайсы с креветкой. Они, кстати, намного больше, чем на картинке. Классно. И удивительно, мне положили две пары палочек. Наверное, перепутали, потому что, на мой взгляд, это чисто на одного. Также здесь имбирь, васаби. Кстати, объем тоже немаленький. И соус. Сейчас буду все раскладывать. И кушать здесь такой аромат стоит. Это, конечно, нечто. Надо красиво, аппетитно разложить. Тут я пыталась включить ринглайт. И долгое время не понимала, почему он не работает. Потом обратила внимание на розетку. И вот в таком состоянии. И это, кстати, уже второй раз такое со мной происходит. А все из-за того, что у нас идиотские просто розетки. Поэтому мне пришлось найти альтернативу. И кое-как сейчас буду снимать мукбанг. Так, и давайте маленько вам покажу стол, который у меня получился. Мне кажется, очень аппетитно. И на заднем плане еще елка. Роллы. Потрясающе просто пахнут. И они еще горячие. Поэтому я бегу снимать для вас видео. Если вы еще не видели этот мукбанг, обязательно переходите на мой канал и смотрите. Продолжение следует.